всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня мы рассмотрим тему которая предложила тату которая называется какой я мастер профессионал или по эксперт мы будем смотреть в своей сфере не обязательно это чтобы был как-то ваш бизнес да вы можете работать на наемной работе наша задача просто посмотреть какой вы профессионал и так а у нас будет три позиции вот так сегодня они будут выглядеть первая позиция голубенький камешек вторая позиция красный и третья позиция зелененький так я подвину вперед несколько секунд чтобы вы выбрали позицию я переставала колоду и сейчас мы зажгем благовония сегодня я зажгу сандал мне очень нравится запах создала так не знаю не успел прогореть или нет потому что достаточно толстый такой посмотрим на ваш профессионализм какой вы профессионал для тех кто уже давно на моем канале знает что мой канал направлен на работу а не просто развлекательные моменты а те кто со мной впервые я просто недавно прочитала комментарии этот человек скорее всего новые на моем канале я не гадаю я делаю психоанализ и либо если это касательно себя либо это просто анализ ситуации и ваша задача не написать мне насколько там совпало либо не совпало а ваша задача посмотреть какие во время расклада у вас были реакции в теле обратить на это внимание все что вас зацепило в плюс либо в минус это показатель того что вам есть чем работать мы не смотрим на моем канале расклады я улыбаюсь почему даже не нравится а совпало на 80 процентов а совпало на там на 70 на 90 на 100 мы не смотрим на сколько совпало мне вообще не стоит такая задача чтобы расклады мои совпадали моя задача многие из вас даже писали что расклады терапевтические вот в этом то и заключается это вся задача на самом деле послушать энергию с через свое тело да не ушами не головой а через свое тело на что идет отклик пошли слезы это реакция это старые программы выходят из вас порадуйтесь отпустите а если пошло какое-то раздражение там какая-то негативная реакция это тоже показатель что выходят старые программы либо с ними нужно проработать либо вы сейчас работаете то есть задача раскладов канале взаимодействовать с энергиями принципе я в комментарии уже об этом написала но все же взаимодействуете вообще в мире мы больше степени работаем и взаимодействуем с миром невербально на уровне энергии и вы это прекрасно знаете но почему-то забываете и почему-то нам важно получить именно вербальное подтверждение я двигаюсь в правильном направлении я сейчас проработал это и забываете о самом основном пласте своего взаимодействия с миром невербальным да на энергетическом уровне поэтому мои каналы напоминаю кто забыл кто не знал теперь узнал это про взаимодействовать с вами энергетически вскрыть высветить то что нужно изменить это не обязательно будет схожая ситуация это состояние которое вы почувствуете мы все взаимодействуем на уровне энергии на уровне состояния и ощущений и я всегда говорю что на этом мы делаем акцент это одно из первых считок которые я обучаю при системе таро это то на что я делаю акцент в игре сам себе таролок кто еще не играл в эту игру подписывайтесь на мой инстаграм инстаграм каждый понедельник мы играем в эту игру а мы с вами приступаем и так откладываем эти две позиции позиция номер один голубенький камешек какой я профессионал посмотрю на тару темного света и если захочу театр кукол какой я профессионал опять-таки знаете вот оценить хороший или плохой я не буду но шестерка пендакли она в принципе это карта некого такого меценатства и я могу сказать что у вас есть по крайней мере желание вот это вот намерение взаимодействовать либо со своим продуктом да если вы на наемной работе работаете если вы работаете у вас есть свои какие-то услуги до взаимодействовать с людьми то есть здесь есть желание дам помогать желание отдавать желание делиться до в желании как-то взаимодействовать но все шестерки по древу сфер от они говорят то есть это сфера теперь от говорящая о выравнивании то есть в предыдущей карте пятерка пентакли кто знаком с таро узнает что эта карта нищеты да как духовный так и материальный и вот здесь вот человек сам прошел этот кризис все пятерки у нас находится в гуре это сфера по древу сфер от которая говорит о строгости это марсианские энергии достаточно жесткий да это суд это уроки которые мы проходим и здесь получается так что в шестерке педакли вы пошли сами вот этот вот кризис это может быть кризис как материальный этот может быть духовный да вы как-то развивались и сейчас через вот этот ваш собственный опыт вы накопили энергию и вы уже начинаете ценить в это может быть ценность во всем своего труда если мы рассматриваем в рамках профессиональной до сферы данном случае вы уже понимаете да цену своей энергии вы уже прошли вот этот вот пик выравнивания да когда был перекос на когда возможно вы слишком много вовлекались в других людей когда вы слишком много отдавали либо наоборот слишком много брали когда вы ощущали вот этот вот недостаток дефицит сами для себя но вы выбрались из этой ситуации и теперь у вас есть уже опыт и вы знаете как поделиться с этим опытом но вот в этой шестерке и и во всех шестерках во младших арканах да выравнивание она говорит о том что есть велика вероятность да что вы можете пойти и в противоположное направление то есть вы можете пойти из позиции желающего отдать но минус здесь может быть я выбираю да то есть через эгоизм я выбираю кому отдать да я выбираю ты достоин или нет здесь можно пойти в перекос в эгоизм почему потому что шестерками управляет как я уже говорила сфера атиферит а она сочетается с сарка с планетой солнцем солнце в негативе всегда эгоизм это всегда выгорание это всегда все крутится вокруг солнца да она является центром внимания и вот здесь вот ваш перекос может пойти в просе в профессионализме именно через негатив через проявление что вот я теперь научился я теперь и знаю я теперь бог и царь и я буду решать да что тебе надо и как тебе надо это минусовые качества шестерки педаклей имейте ввиду то есть с одной стороны есть опыт знаете как-то вот иногда может быть вот это вот ощущение некой жесткости до некой такой несправедливости что да что ты знаешь да я тебе сейчас покажу я тебе сейчас расскажу но это если мы говорим о минусах но вот и есть вот это вот побуждение это желание отдавать да это это в плюсе желание взаимодействовать да вы как я уже говорила ранее являетесь профессионалом пускай еще не сто процентов потому что это все таки шестерка да это все таки еще не десятка есть еще путь который вам нужно пройти но у вас уже есть понимание и ценности себя либо ценности своего продукта выпал паш жезлов здесь уже есть какие-то знаете вот здесь вот у меня энергетически идет ощущение того что вы перешли какой-то вот порог что-то поняли да что-то осознали может быть у вас появились желание да у вас появились какие-то амбиции и вы как профессионал начали свой путь а либо как-то по-новому взглянули на него либо в том пути в котором вы были уже находились у вас открылось какое-то второе желание второе дыхание да двигаться как-то появились вот здесь вот прям интерес появилась любопытство да может быть вы захотели посмотреть и на свой продукт как-то иначе по-новому взглянуть и либо вы увидели какие-то белые пятна в своей профессии да вот какие в своем мастерстве что-то недостающие и вы подумали что а хорошо было бы вот эту ветку еще развить а хорошо было бы вот еще узнать что-то в этом направлении но здесь именно эмбирическим путем здесь не то что вы идете на какие-то курсы что-то делаете нет здесь вот это узнаете проявление по упажу проявление любопытство через игру я хочу подумать знаете вот придумай да вот как-то может быть провокация но она авантюра не провокации а авантюра да то есть вот какая-то вот авантюра здесь идет желание да здесь желание выйти из какой-то умеренности желание выйти из возможно некого такого застоя в котором вы находились когда ничего не развязать здесь смотрите с одной стороны идет вот этот вот продолжает идти скорее всего медленный процесс исцеления становления вас как профессионала до после какого-то кризиса а с другой стороны желание вот что-то новое привнести что вы хотите привнести вот это новое знаете какие-то вот либо нарисовать себе горизонты да либо увидеть какие-то масштабы либо как-то раскрыть в себе какие-то возможности в тройка она говорит всегда о каком-то самом первом результате и тройка жезлов у нас здесь говорит о самых первых результатов касательно своих желаний то есть вы уже как-то знаете как будто бы надкусили яблоко да вы уже понимаете да что хотите по крайней мере по ощущениям пускай еще нету этого плана вы уже готовы идти к этому состоянию а вы готовы знаете вот как-то к свои горизонты расширять то есть возможно ранее вы как-то боялись либо были не уверены а здесь уже вот это вот появилось желание двигаться вперед а вот именно идти к своим целям да и и развиваться да то есть но не просто развитие именно духовное императрицы это именно материальное развитие то что можно пощупать то что можно потрогать то что можно вкусить вот именно на материи через ощущение то есть не недостаточно там получать какие-то знания а мне важно эти знания переводить в какой-то обыда вот что-то совершать здесь вот у вас как будто бы появилась желание что-то сделать руками вот как-то действовать именно действия появились возможно до этого было что-то такое очень много раздумий да а вы час вот прям вот вы загорелись да вот этот вот искра импульс я хочу сделать шаг я хочу это попробовать сейчас я попробую наверное посмотреть в какой сфере вы развиваетесь не знаю почему так захотелось какой сфере ну вот здесь вот выпали опять педакли и мечи знаете ощущение того когда нужно просчитать вот здесь вот какая-то может быть финансовая да ну вот я не знаю а бухгалтера либо люди как-то которые именно считают деньги люди которые как-то взаимодействуют с финансами небольшие до деньги не могу сказать что это вот прям там миллионы либо еще что то нет это вот небольшие деньги но весомые больше чем допустим зарплата по крайней мере на среднестатистическая ну вот и что еще здесь может быть здесь может быть как вот как тут бизнес аналитики да здесь могут быть то есть здесь ключевое состояние когда человек погружается внутрь себя для того чтобы может быть даже если вы занимаетесь в рекламе ваша задача не просто пропиарить а понять ценности какого-то продукта то есть вы здесь как будто бы через свое внутреннее ощущение да рассказываете людям о ценности того что вы продаете да какого-то продукта то есть здесь выходит какая-то вот ценность либо вы обучаете если психологическая обучаете людей как концентрироваться на чем-то одном да либо как вот владеть своими своей энергией здесь не не про эмоции здесь не про поваление эмоциями а здесь именно идет вот либо вы обучаетесь либо вы обучаете кого-то да как концентрироваться фокусироваться на достижение какого-то плана вот здесь вот вот такие профессии могут быть по крайней мере это вот первое что пришло мне в голову я не буду сейчас углубляться но здесь вот это вот самое первое да что идет хорошо а какую потребность вы закрываете с помощью своей экспертности ну во-первых стабильность какую потребность да вот здесь идет идут какие-то семейные ценности потребность стабильности да потребность вот знаете чтобы совмещать как-то ну вот как хобби да как будто бы но чтобы оно еще приносило вам достаток вот здесь вот какая-то вот потребность в радости потребность семейности может быть у вас семейный какой-то бизнес да который передается там от родителя детям здесь вот потребность именно наполнение эмоционального да то есть вот вам ваша работа она либо она очень вам нравится либо вот она как побочный эффект до результат этой работы она дает вам вот это вот состояние наполненности до ощущение того что вот вы можете здесь если еще не развили какие-то свои способности то по крайней мере в перспективе есть то есть вы вот как-то вот можете раскрыться можете наполниться и в то же время это дает вам не вот какую-то вот знаете какой-то праздник души что ли радость и при этом нету переживания да вот все так стабильно хорошо потому что понятно потому что известно да то есть нету вот этого вот напряжение то есть здесь может быть как-то ваше закрывается ваша потребность в расслаблении да вот удовольствие девятка но причем удовольствие для вас то есть здесь не то именно ваша потребность знаете есть потребность да кому-то помогает там не знаю дарит подарки или еще что-то и вот я вижу что другому человеку хорошо и тем самым мне становится лучше нет в вашем случае здесь не так здесь вы какие-то свои внутренние потребности удовольствие покрывать то есть вы хотите чтобы вам хорошо было да может быть слышится эгоистично что в принципе она является по девятке кубков да все таки девятки это сфера и шот который управляется луной да то есть здесь идет некое уединение и погружение в себя ведь я же говорю вот ваша профессия она связана именно с погружением в себя как тогда с концентрация на себе и вот здесь вот это вот удовольствие ваше одно именно ваше то есть вот вы то что вы делаете это приносит вам удовольствие в первую очередь и потом уже всем остальным другим еще раз говорю это не хорошо не плохо да то есть мы не оцениваем вообще на я не хочу на своем канале оценивать что-то как хорошо как либо плохо а я хочу чтобы мы понимали себя то есть нету плюсы и и нету минусы а есть некая такая потребность все зависит чисто субъективно от оценки поэтому здесь ваши потребность знаете вот как-то в удовольствие в наслаждении ощущение того что либо вы очень много до этого как-то трудились либо вы долгое время шли к тому чтобы быть на этой работе но вот сейчас такое знаете вот книга идет и чувство некое такое расслабление как будто вот груз плеч упал ну все хорошо теперь я могу как будто бы расслабиться это знаете когда а например творческим людям нужно продавать какие-то свои услуги и это нереально потому что это другой формат да то есть творческие люди они должны творить да то есть ну например там энергопрактики да им сложно продавать заниматься продажами продажи это все-таки но немножко другой формат а тут такое ощущение как будто бы знаете может быть все на конвейер то вышло да ну то есть и и есть другие люди которые занимаются этим а вы теперь как говорится вот теперь я могу заняться своим делом да теперь я могу получать удовольствие от того что дело и вот это вот вас наполняет и вот это вот потребность потребность в наполнении закрывается здесь что необходимо еще развить в себе как в эксперте ого ого высший суд и звезда прям два великих аркана вам еще путь предстоит и одно и другое да она говорит нам о некой такой задачи достаточно масштабный глобальный да ну многие это называют предназначением то есть вам еще необходимо в развить в себе во первых для кого-то это будет важно знаете как очиститься да вот душевно как-то еще нужно будет пройти путь очиститься очиститься вот переродиться да а чего вам здесь надо будет очиститься от каких-то вот знаете своих детских травм именно вот более чувствительно так знаете вот на очиститься от ранимости от вот каких-то вот переживаний ненужных волнений от от каких-то вот знаете травм которые у вас были от недоверия от вот здесь вот ощущение того что вас не то чтобы ведут а вот как-то вот вам еще предстоит эти уроки пройти серьезные как-то наладить связь именно со своей душой да не с высшими силами там либо как-то с небесами еще что-то а вот именно по звезде да вот очистить себя от каких-то возможно блоков которые вы ставили себе да ну то есть недоверия до сомнения другим людям вот вам вот это это как раз то что я говорила до самом начале по шестерке педакли это связано с нашим эго вот здесь вот ощущение того что вам нужно будет еще работать над своим эгоизмом а почему потому что вот это вот понимание да я выбираю да то есть я царь и бог она все-таки нам говорит о некой и таком не то что не зрелость недоверие да и почему я выбираю почему вот это вот состояние выбора да кому помочь и кому нет потому что эго оценивает а вот тебе надо а тебе нет а вас ведут к такому состоянию когда вы не оцениваете вы в принципе это ничего не делаете то есть к вам вы просто выполняете свое дело да вот вы пришел этот человек вы ему сделали то что ну то чем вы занимаетесь все то есть вы не оцениваете последствия что потом произойдет с этим человеком надо ему было и нет то есть вы делаете свое дело да такое ощущение что вот вашими руками творец делает то что нужно и не вам ну-ка говорится оценивать этот человек не это человек правильно там и клиент неправильно либо там правильному человеку я продала продукт или нет ну то есть как говорится не вашего ума дело до грубо ссоре сказала но вот так просто будет понятно зато вашего как говорится ума делать и получать от этого удовольствие то есть вы в минусе не останетесь и вот здесь вот это вот детскость да вот это вот как-то своего раненого ребенка вам нужно будет поработать почему потому что когда есть вот эта травма вы не слышите по звезде своего состояния вот этого своего голоса почему потому что вы не можете войти вот в это состояние что я говорила до погрузиться в себя в некого такого состояния равновесие спокойное то есть если у вас есть боль вы эту боль будете замечать и поэтому вас перекос идет вы замечаете только негатив поэтому когда к вам придет клиент да вы будете в нем видеть вот этот негатив который есть у вас он не проработан поэтому вам говорят для дальнейшего вашего пути вам нужно очистить вот эти вот свои убеждения на вот эти вот травмы которые вы получили для какого-то определенного опыта чтобы быть ну как можно больше безоценочным до более таким нейтральным касательно именно того рода деятельности которым вы занимаетесь больше слушать себя себя вы сможете услышать когда вот эти вот заслонки до которые вы выставляете между собой и миром через оценку это хорошо это плохо они будут спадать почему мы решаем хорошо или плохо исходя из своего прошлого опыта вот не что-то сделали больно значит это хорошо значит если человек похожие действия совершает не такой же похожи значит мозг уже изначально выдает информацию это плохо тебе это делать не надо но при этом мы не видим что каждый человек он другой нас получается шаблоны да что мы не видим реальность почему потому что человек то другой а моя модель поведения по отношению к нему она одинаковая такая же какая у меня была исходя из опыта а может быть это другой человек просто какой-то ну схожие моменты есть а мы это не видим мы видим ту ширму которую мы хотим видеть то есть наши внутренние проекции и вот здесь вот про это краски говорят а почему мне хочется спросить почему так важно вот почему здесь выпадает такие серьезные арканы именно сделать вот эту вот переоценку углубиться очиститься по высшему суду чтобы вот чистыми пойти чистой душой двигаться вперед в чем здесь такая важность но вот здесь вот выпадает понимаете выпадает краски то что я говорил потому что у вас есть семерка мечей хитрость и луна вот а с чем связано семерка мечей здесь не вот король король мечей как раз ки и говорит ваш ум то есть ваша хитрость она заключается как раз таки в том что вот вам нужно каждый раз идти в новое да пусть семерки мечей по новому почему потому что у вас такое как бы сказать не то что ну вот и не помню как это слово называть неординарное какое-то мышление ну как она называется боже нестандартное какое-то вот у вас мышление да а вы этим не пользуетесь то есть вы идете ну то есть вы понимаете что вам сейчас надо поступить как-то иначе и вы это осознаете потому что вы умны вы знаете у вас есть этот опыт но вы хитрите то есть вы не идете в новое да вы не действуете как-то знаете вот как ну как пионеры не как революционеры то есть вы не действуете уже забыла слово как-то вот по-новому да как надо а вы хотите новые вещи получить своей жизни но старыми способами то есть вы не меняете вы здесь вот в этом заключается ваш обман вы сами себе расставляете уловки и рядышком луна как краски которая говорит о том что возможно вы сами затуманивайте свой мозг то есть вы такую ловушку себе оставите что ну то есть вам не дает увидеть вещи и ситуации такими какими есть то есть вы как будто бы играете вот своей голове вот в этом виртуальном мире а вам хотя сказать что вот хочется снять вот эту вот пелену чтобы как будто бы прозрели и тогда вы сможете быть еще более эффективным здесь такое ощущение что вот вы как будто бы под какой-то вот ваш кокон и он за какой-то пеленой вы сквозь эту пелену видите и хочется ее снять убрать чтобы взаимодействие было прямое тогда пользы будет больше а вы вот как-то вот себе все как-то вот накручиваете придумывать и все это делаете только для того чтобы как-то вот ну не действует да как-то вот не реализовывать иногда есть чувство вины почему потому что вы не используете свой потенциал который у вас есть но импульс уже пошел то что я говорил ранее по императрицы уже желание вот это действовать она у вас пробудилась как-то вот достучались на вас вы наконец-таки поняли что надо действовать не в голове все прокручивать а надо действовать а здесь еще знаете по луне здесь такое ощущение что да ну нет это с действием все-таки связано я думаю что может быть все-таки связано как-то с интуиции но здесь все-таки как-то вот с бездействием то что вот вы отстраняетесь как будто вы знаете не хотите утруждать себя так хорошо что ну потому что это будет понимаете вот как вы начинаете действовать сталкиваетесь с ранами и у вас такой опыт что вы уже устали от этой боли боли и когда вы видите что вам нужно идти вперед вы знаете сами прекрасно что вам нужно делать но вот этого знаете вот постоянно сделаете шаг и вы уже просчитываете и знаете что будет наперед и знаете что это будет неприятно, и вы себя останавливаете, как будто бы, знаете, ну, хотите как-то сберечь себя и свои энергии. А вам говорят, что вот эта вот боль, которую ты будешь встречать, да, на своем пути, ты ее встречаешь только потому, что она живет в тебе. Вот именно как раз я по пажу кубков, я и говорила о том, что проработайте в себе эту боль, тогда вам легче будет двигаться по пути, вы не будете ее замечать, потому что она не будет вас цеплять, да, и тогда вы не будете просчитывать, что вот очередной урок, очередная трудность, преодоление, сложность, нет. А вы будете желать двигаться вперед, почему? Потому что, ну, вы не будете, как бы так, проецировать вот это вот свои болезненные ощущения на свое будущее. А будете замечать более, ну, вам путь откроется легче, вы легче сможете прийти не то что к своему предназначению, а исполнять те действия, которые вы должны исполнять. Хорошо, как вас видят клиенты? Ну, вот эту вот колоду возьму. Ждуна, да, человек, который много-много вкладывается, но результат не получай, да, либо вот прям вот не доходит в последний момент, либо иногда впадаете вот в какие-то ожидания, не знаю, ну, есть такое ощущение, знаете, выбрали путь, прошли где-то, ну, процентов 70, да, ну, может быть, 80, осталось совсем чуть-чуть, вдруг вы как-то выдохлись и неожиданно задумались, а туда ли я иду? Ну, то есть уже почти путь прошли, да, осталось уже скоро почти получать результаты, а вы вдруг остановились и задумались, а туда ли я иду, и что делать? Как будто бы, знаете, вот здесь вот у вас есть страх получения результата. Это когда вы не видите какой-то большей цели, не понимаете, ради чего вы делаете то, что вы делаете, ну, то есть нету глобального понимания своего действия. И вот когда, перед тем, как вы достигаете какой-то результат, вы начинаете заниматься самосаботажем. Почему? Потому что у вас появляется ощущение, что вот я сейчас достигну этого результата, а потом смерть, ну, то есть, а потом я не знаю, что я буду делать, у меня нету дальнейших планов дальнейшего видения. И вот это вот ощущение, да, что потом конец, потом смерть, ну, не в прямом смысле, а переносном, но здесь аллегорически, да, вот это вот ощущение страха, что все завершится, а дальше что? И поэтому вы оттягиваете вот это вот завершение, да, потому что пока есть процесс, есть смысл. А когда вы придете, конечно, на точке смысла нет. Здесь вот как-то вот психологическое какое-то такое у вас всплывает. И вас видят поэтому люди, что клиенты, либо вы не доводите что-то до конца, либо вы на полпути останавливаетесь и начинаете задуматься, а так ли это? Либо вы очень долго идете как-то к своим целям. Но они вас видят достаточно таким активным человеком. Ну, видите, опять ожидание, да, другая колода и ожидание. То есть, с одной стороны, вы позитивный, вы активный человек, вы можете вести за собой. Вы знаете, это такое ощущение, когда я вроде бы... Вот у меня картинка такая, да, когда Моисей 40 лет водил по пустыне евреев, да, для того, чтобы найти новую землю обетованную. И вот здесь вот такое ощущение, что, знаете, вот прошло где-то там, ну, 38 лет, да, и вдруг как будто бы остановился, и люди смотрят на него, и они... У них возникает такое ощущение, а ты вообще понимаешь, куда ты нас ведешь, да? То есть мы столько лет идем, да, блин? Там пустыня не такая-то и большая, да, почему? Почему вот это вот все? Но здесь как раз-таки, конечно же, философский вопрос. Многие говорили о том, что отклонение, да, почему водил? Для того, чтобы произошло смело парадигмы, да, смена поколений. То есть 40 лет, ну, примерно, достаточно для того, чтобы новое поколение родилось уже с новыми взглядами, да. То есть, ну, он не был дураком, он четко знал, да, куда ему идти, и можно было дойти быстрее. Но так было задумано, да, чтобы вот именно столько лет, чтобы как раз-таки новое поколение, которое родится, оно уже впитало в себя вот эти вот новые знания, да. Ну, это было небольшое отклонение. Не знаю для чего сказала, но так надо было. И поэтому ваши клиенты вас видят, да, что иногда вы, ну, знаете, вот бывает такое ощущение, что вы как будто бы, ну, вот уже нужно собирать плоды, да, допустим, своих результатов, а вы гоп и отлыниваете. То есть, я говорю, здесь вот за шаг до завершения, да, то есть, ну, поработай еще чуть, и получишь все, что тебе надо. А вы как-то гоп, и я пошла отдыхать. Ну, вот ни к сему, ни к городу, да, как-то так. Они видят вас человеком, да, который достаточно такой, не то чтобы импульсивный, а человек, который может порождать идеи, да, человек, который может заряжать других людей, да, вот как искры, человек, который порождает, вот я же говорю, вот у вас есть вот это, то ли ваши взгляды, они какие-то такие, боже мой, как у первопроходцев, да, вот, и вы этим не пользуетесь, как раз по семерке мечей, да, это вот как будто бы вот уронические какие-то энергии, такие, знаете, непредсказуемые, неожиданные, прям новиционные, инновационные, блин, вспомнила слово, криво, ну, вспомнила, инновационные, то есть у вас есть вот это, да, то есть вы можете поддерживать людей, вы можете правильное слово сказать, да, нужное в поддержке, да, можете зажечь искру в человеке для реализации, но они вас видят очень эмоциональным человеком, я же говорю, вот вы делаете свое дело, да, и вот закрываете свои потребности эмоционально, они это видят, что вот вы радушный человек, да, с вами приятно, с вами хорошо, с вами всегда можно наполниться, здесь даже ощущение того, что вот вы как будто бы донор энергетический, то есть иногда вы можете даже ничего и не делать, но достаточно людям побыть рядом с вами, вот, и они, ну, они получают, да, как-то вот напитываются энергией, и они получают своих результатов. Хорошо, а каким экспертом вы сами себя видите? Вы видите себя достаточно дружелюбным человеком, вы видите общительным, да, коммуникабельным, с вами весело, с вами хорошо, вот с вами комфортно, но не в контексте комфорта, уюта, да, как по педакли, а именно эмоционально, то есть здесь ощущение того, что вот вам можно доверять, да, с вами можно хорошо повеселиться, с вами можно поговорить по душам, пообщаться, ну, вот, порадоваться. Вы себя видите как человека, который создает вот такую, знаете, атмосферу, легкости, доверия, какого-то такого праздника, вот с вами можно быть как будто бы самим собой, и у вас есть, знаете, внутренняя вот эта вот сила энергии, вот я сказала, что вы донор, и вы это четко осознаете, вы понимаете, да, у вас есть силы, то есть вы можете быть и разным человеком, вы можете и отдавать, но в то же время можете быть иногда и достаточно жестким, но вы можете укротить любого человека, да, либо как-то мягко, либо, ну, то есть не то, что здесь манипулировать, вы можете именно укротить, то есть получать иногда результаты с помощью других людей, ну, то есть вы действительно можете управлять, да, вы тот человек, лидер, да, за которым можно будет идти. Я бы сказала, иногда у вас бывают такие ощущения, когда вы впадаете в лень, да, то есть, ну, я могу, и иногда мне бывает скучно, да, это когда вот много энергии отдаете, вам нужно ее восстанавливать, вы периодически отдаляетесь от людей, для того, чтобы восстановиться. Но какой вы эксперт, как вы себя, а человек, который постоянно что-то ищет, человек, который, вот я говорю, углубляется, человек достаточно разумный, может быть, интеллектуальный, много читаете, да, вот вам нравится вот это вот, знаете, то есть уединение, оно для вас не в нагрузку, оно вот вам в удовольствие, я бы так сказала. Вы даже достаточно твердый человек в своих усилиях, в своих трудах, то есть вы легко со своего пути не уйдете, вы будете двигаться шаг за шагом, да, именно к своей направленной цели, вы очень надежный человек, да. Вот я же говорю, с вами даже можно и не перенимать у вас ничего, никаких знаний, никакого опыта, достаточно побыть с вами, человек успокаивается, и он дальше знает, куда ему идти, как двигаться, это, я не знаю, пришли, допустим, к вам за каким-то советом, а вы не даете совет, просто рассказали какую-то притчу, и все, и у человека там инсайт, он все понял, и он ушел, и, ну, в принципе-то, что вы сделали? Ничего не сделали визуально, но до этого вы очень много изучали, вы читали очень много притч, вы их искали, вы их осознавали, вы понимали, кому и как, что можно сказать, то есть вы проделывали труд изо дня в день, вы трудолюбивый человек, и поэтому, и вы даете себе в этом отчет, вот таким вы себя видите. Такая у нас была с вами первая позиция, большая, но первая позиция, почему-то, не знаю, всегда получается большой, а мы с вами переходим к позиции номер два, красненькому камешку, сейчас мои вопросики, какой я профессионал? Башня, и тройка мечей, как говорится, разрушать не строй, да, вот здесь, вот по башне, да, у нас проходят, люди достаточно ранимые, может быть, даже в какой-то степени, и фаталисты, но их называют чудаками, то есть это люди, которым больше, чем кому-либо в детстве нужна была теплота, внимание, то есть с одной стороны, вы человек, который можете вписаться в любую систему, но при этом, вы в любой момент, вот именно настолько бываете уверены в своем деле, что можете поставить все на кон, но вот здесь вот тройка мечей, она как раз показывает вот эту вот вашу родни масть, вот эту вот вашу чувствительность, то есть, возможно, вы слишком бываете чувствительны, либо к своему делу, да, вот как-то трепетно относитесь, то есть для вас очень важно найти какой-то опор, да, вот найти свою нишу для того, чтобы реализоваться, вот пока вы это не найдете, вы будете все время переживать, и вот здесь, отвечая на вопрос, какой вы профессионал, если все-таки это не описание вас, а именно вас в профессии, да, не как человека, а именно как профессии, то возможно вы можете именно помогать и показывать это людям, то есть люди, которые, может быть, не уверены в себе, да, люди, которые прошли какой-то кризис, которые находятся, вот знаете, как-то на самом дне, вы можете придать им некую такую уверенность, да, причем делать это как-то ну вот неординарно, да, чтобы показать им, что вот, ну, не все закончено, да, либо наоборот способствовать людям к разрушению, избавлению чего-то старого, уже отжившего, не нужно, то есть вы, проще говоря, помогаете людям принимать верные решения, прям знаете, может быть, радикально увидеть какую-то ситуацию, на которой люди закрывают глаза, а вот вы своими словами как-то так скажете, что человек, не то, что он прозрел, но он понял, и он готов принять ситуацию, вот он готов, вы как-то своими словами помогаете людям принять решения и работать над собой, вы помогаете людям находить ответы на их вопросы, как-то, знаете, выравнивать ситуацию, именно по справедливости, вот здесь очень важно, только знаете, не знаю, как вы работаете, что у вас за сфера, наверное, я посмотрю, так как смотрела и в первой позиции, но дело в том, что вот вам не нужно близко очень перенимать эмоции, состояние тех людей, с которыми вы взаимодействуете, то есть не перенимать на себя те проблемы и невзгоды человека, вот вы работаете именно с переменами, вот я говорю, ваша деятельность как-то связана с переменами, причем не просто перемены, а когда люди что-то теряют, вот здесь, знаете, вот у меня идет такое, как будто бы кто-то дом потерял, да, как же их называют, рельторы, по-моему, утраты, и не знаю, какая связь вот дома, и, ну, вот здесь, вот когда человек что-то теряет, да, когда человек сожалеет и огорчается, и он находится на самом дне, вот вы ему помогаете, как-то, не то, что вы утешаете, да, как вот по первой позиции находите слова, нет, но здесь вы как-то, знаете, вот четко, жестко, может быть, на, но вот как-то вот отрезвляюще показываете людям их ситуацию, здесь, может быть, вы работаете как-то зависимостями, да, может быть, как-то кто-то пьет, да, как-то, может быть, сообщество анонимных алкоголиков, вот как-то так, то есть с людьми зависимыми, да, которые, либо после развода, которые все потеряли, вот здесь хочется сказать, что, либо как-то, не то, чтобы адвокат, но какой-то вот помощь вы, ну, как госслужащий, либо как защитник, либо какие-то органы, да, может быть, в органах опеки, то есть там, где вы даете какую-то некую защиту людям, вот они к вам приходят с разбитым сердцем, то есть хочется сказать, с голой опой, вот, а вы как будто им помогаете не то, чтобы вернуть то, что они утратили, а начать сначала, исходя из того, с чем они остались, да, то есть показать, как выстроить заново жизнь. То есть ваша профессия, она связана как раз-таки с разрушением, может быть, вы работаете в страховной компании, да, правильно я сказала слово, окончание, не знаю, как правильно выстроить, ну, то есть страхуете людей, например, там, от землетрясения, либо еще что, страховки, да, не знаю, как это называется, вы знаете лучше меня, вот, где-то вот в таких компаниях, кто-то здесь работает временными какими-то служащими, то есть, ну, либо осенью как-то, ну, как это называется, не весь год, а какими-то временными этапами этого года, но вот в любом случае вы как-то тот человек, который появляется в жизни своих клиентов именно в тот момент, когда им не очень хорошо, вот именно почему-то я сказала после разводов, после потерь, смерти, там тоже такое присутствует, и вот вы появляетесь, и вы не вселяете надежду, а вы четко, вот понимаете, как-то структурировано говорите этим людям, как-то договора, то есть, у вас по договору было прописано, что-то такое вот здесь идет, хорошо, какую потребность вы закрываете с помощью вот этой вот своей экспертности, да, то, чем вы занимаетесь, я хочу спросить, почему вы занимаетесь, то есть, какая у вас потребность закрывается, ну вот маг, да, то есть, я волшебник, я, причем, знаете, вот помогу именно покрывать потребность ту, которая помогает людям прозреть в контексте именно увидеть вещи не в розовых очках, а вот такими, какие они есть на самом деле, вот здесь вот такое ощущение, вот ваша потребность решать сложные задачи, да, возможно, вы умны, но помогу здесь не просто задачи, а вот какие-то, знаете, запутанные, вот я же говорю, как в суде, вот такое ощущение, как будто вы можете найти в законах какие-то окошки, да, чтобы вот как-то, не то чтобы избежать, а, ну, это только вот как будто бы подвластно вам, то есть, можете перевести на свою профессию, я вам показываю суть того, что вот вы можете сложные задачи, сложные узлы как-то развязывать, может быть, даже вот, и, причем, знаете, вот потребность передавать эту информацию, да, то есть, вы знаете, вы это передаете, и также ведете людей, и также, вот, знаете, вот силу здесь, вы не то, что вы наполняете человека, как по первой позиции, нет, а вы вот этой вот мощью, своей силой, да, человек, глядя на вас, он получает какую-то вот внутреннюю уверенность, да, ну, то есть, все получится, как-то на позитив переходит, глядя на вас, глядя на вашу силу, он сказала, сила, выпал аркан силы, представляете, вот вы как раз-таки, тут человек, может быть, кто-то как-то со страхами работает, но это очень маленький процент, но здесь в большей степени, вот вы как-то, у меня здесь энергия того, знаете, вот каких-то законов, да, законы, порядки, вот все четко, конкретно, документы, государственные учреждения, вот у меня что-то вот такое вот идет, не хаос, а вот именно структура какая-то, системность, и вы вот эту вот, свою силу, да, умение влиять, вы вот эту потребность покрываете, ну, то есть, я вам рассказала, да, кроме власти, какую еще потребность, то есть, понимаете, у вас, вот вы как-то самоутверждаете, что ли, вот в своем деле, то, что вы делаете, вы получаете вот эту вот, как дополнительную силу наращиваете, да, на, ну, как-то, да, вот вы хороши в своем деле, и вы за это, за этот счет, вы самоутверждаетесь, но не, не потому, что кому-то там плохо, я на тебе нажил, нет, а вот я молодец, я смог, я получил, я нашел выход, вот, как-то вот здесь вот такая, знаете, прям стержень, классная энергия, хорошо, что необходимо, а, я не знаю, какую потребность, там, посмотрели, какую потребность, что необходимо еще развить в себе, как в эксперте, знания, вот вам не хватает масштабности, да, для того, чтобы выйти на еще больший уровень, прям вот вообще, как-то международный рынок, хочется сказать, да, какой-то вот такой глобальности, вам не хватает, а, не то, что немножко жесткости, а по рыцарю мечей, он такой, знаете, вот бескомпромиссный, он не умеет договариваться, да, вот он, он одержим какой-то идеей, да, и он может идти по головам, он может быть жестким, он не король мечей, а он только рыцарь, для него важен опыт, да, вот я хочу, хочу, это, знаете, вот как, почему-то опять-таки идут адвокаты, да, которые нарабатывают, бук, ну, свой опыт, и они берутся за все дела, лишь бы, ну, в самом начале, да, чтобы вот у них было режиме, вот это вот их, не такой, наполненный, да, опытом, вот здесь вот вам надо, знаете, как, надо о себе еще больше заявлять, вот именно масштабно заявлять, как-то вот больше передавать знания какие-то, больше о себе говорить, мне хочется вот вас больше светило, хоть здесь и нету солнца, но вот нейрофант все-таки это тот человек, который владеет знаниями, он их передает через как-то, не знаете, готов проживать все, и рассказывать это публично, то есть для него вот именно аудитория, она важна, не просто погружаться, и вот вам нужно погружаться еще глубже, для того, чтобы, ну быть еще большим экспертом, чтобы вас заметили как-то на рынке, а вы не уверены, ну здесь знаете, вот еще и гибкости, мне кажется, не хватает, да, вы как-то не уверены, а не уверенно о себе заявляете, а почему? Ну вы предпочитаете больше быть серым кардиналом, да, то есть вы предпочитаете больше молчать, предпочитаете больше, знаете, вы тот человек, которому, вот вы как будто бы ждете, чтобы к вам кто-то пришел, и тогда вы выложитесь, то есть вы не тот человек, не то, что вы не хотите хвастаться, а вам кажется вот этого чуждым, зачем я буду о себе говорить, ну то есть кому нужен, кому я нужен, нужна, он сам ко мне придет, а здесь вам говорят немножко, что нужно, нужно идти как-то вот в новое, почему? Потому что если, вот у вас есть, допустим, какой-то вот потолок клиентов, либо потолок, то, в чем вы развиваетесь, если вы на наемной работе, и вот вы не идете дальше, да, вы вот там, где вы есть, вы хороши, прекрасны, но вам нужно двигаться выше, знаете, вот как будто бы вот амбиции не хватает, что ли, потому что у вас потенциал больше, у вас способности больше, а вы как будто бы, ну вот потолок протязания ваш, он достаточно низкий, потому что вы как будто бы знаете, переживаете, что вот новый уровень выйдете, там больше ответственности, там больше как будто бы вот этой вот жесткости, что ли, нету как будто бы человечности, ну то есть там нету уже каких-то эмоций, там надо больше быть, ну как-то вот просчитывать, да, быть более серьезным, что ли, более каким-то вот таким вот весом, вам а вам вот этого вот не что хочется причем при том всем что у вас в приоритете мечи ну то есть вы все через ум через разум пропускаются да то есть вас пендакли и мечи то есть другие стихии у вас масти они у вас не появляются вы волнуете за расширение своих городниц просто напросто знаете хочется сказать что вы как будто бы боитесь карта не хочет открываться а вы боитесь больших денег понимаете вы боитесь денег которые к вам будут приходить почему потому что вы не умеете ими управлять вы достаточно такие импульсивные добрые открытые ну и вы будете эти деньги склевать поэтому зачем вот вы такой человек хорошо что необходимо посмотрели как вас видят клиенты на колоде таро театр сандал прекрасно пахнет как вас видят клиенты клиенты вам верят понимаете причем верят безоговорочно верят в то что вы говорите вот вы для них как будто бы действительно царь бог на вас можно положиться на вас надеяться понимаете вот вы даете какие-то надежды своим людям ну вы для них идеал вот смотрите как интересно вот клиенты вас видят как человека который помогает им совершить прорыв но при этом вы свой собственный прорыв не делаете и это может быть как в минусе иногда что бывают клиенты ну либо те люди там где вы работаете да которые не получают результаты не потому что вы плохие а потому что вы не совершаете свой прорыв то есть для того чтобы ваши клиенты либо ваш продукт был очень полезен действительно вы должны соответствовать тому что вы говорите а здесь получается несоответствие то есть если людям нужным прорыв да вы им конечно то есть для других вы можете для себя нет его чтобы и у других был тот результат который необходим вы сами должны соответствовать то есть вы сами должны совершить этот прорыв либо сейчас может быть у вас как-то такое вот у меня ощущение что с клиентами как-то вот последнее время они перестали получать результат какой-то и это связано как разки с тем что вам показывают через них что пришло время тебе расширяться тебе получать какие-то результаты и тогда снова появятся результаты у твоих клиентов сейчас какой-то такой период когда вы не общаетесь хотя в принципе вот у меня ощущение что вы как-то вот закрылись сейчас до отдаляетесь от людей как-то вот ну не общаетесь не коммуницируетесь не коммуницируете возможно а сейчас они вас так просто видят что вы держите вот какую-то дистанцию либо они не могут до вас сейчас как-то добраться не знаю что то здесь преградой стоит хорошо а каким экспертом мастером вы сами себя видите ну вот вы видите себя таким человеком который помогает другим возродиться который помогает другим людям расти и развиваться до продолжать как-то дальше жить ну вот видите они вас видят человека который дает надежды и вы ему подтверждение но иногда вы видите себя достаточно таким упрямым человеком до которому узнаете вот голову что-то вошло вот я же говорила да что бескомпромиссны вот вы себя иногда таким виде что вы ломитесь на пролом да иногда вот что-то вот прям вами ну вы как будто бы становитесь одержимым чем-то и вы понимаете что не нужно да можно было другим путем что даже то что вы хотите вы потом получаете этого да вы как-то не получаете удовольствие иногда бывает такая да вот это вот ваша одержимость но вы достаточно настойчивый до упертый но иногда бывает такое ощущение что от вас нужно подталкивать да что вам самим нужно иногда вот этот вот волшебный пинок чтобы двигаться дальше да вам иногда самим нужна поддержка то есть вы может быть другим это даете но самим себе вам это необходимо еще как вы видите себя знаете вот вы других подталкивать другим надаете надежду другим как-то воодушевляете а сами для себя почему-то этого не бывает у вас нет такого человека который бы был таким как являетесь вы для других ну вот вы показываете людям путь понимаете такое ощущение что здесь вот это я да буду вы да моя позиция вы показываете другим людям путь до куда этим что нужно делать как да вот прям то есть в принципе то как вы видите себя как эксперта это как видят вас люди ну достаточно созвучно да но по крайней мере в унисон резонирует одно с другим это была у нас вторая позиция если мы с вами переходим позиции номер три к зеленому камешку первый вопрос какой я профессионал на какой вы профессионал самого высшего класса десятка пендакли завершающая карта в колоде то есть человек стабильный человек системный человек надежный постоянный человек который имеет деньги знает как их получать умеет ими распоряжаться знает как это сделать до человека может быть может быть как вариант но не обязательно даже и семейный вот королева пендакли то что я и говорила то есть мало того что вы умеете зарабатывать вы еще и умеете их распоряжаться и приумножать то есть вот приходит к вам а вы гоп и из копейки сделали три какой еще вы профессионал добрый терпеливый упертый ну вот я уже говорила да надежный заботливый да как человек вы профессионал который может уже и готов взращивать то есть вы не тот человек который знаете на работе может быть если вы начальник вы берете как-то готовых до подчиненных вы тот человек который может взращивать да причем взращивать под себя с теплотой с любовью вы всегда прислушиваетесь к требованиям своих подопечных вы достаточно целеустремленные вы знаете куда вы идете что вы хотите вы смотрите всегда в будущее вы лидер а вы активны по своей натуре но при этом вы не знаете вот здесь вот хочется сказать что вот вы какую-то любовь свою до к делу либо еще чё-то к чему-то вот вы выражаете именно через материю ну то есть допустим если вы руководитель мне здесь идет что вы руководите что ну по крайней мере если работаете на наемной работе то вы руководитель если на своей то вы сам себе хозяин вот здесь вот получается так что вы не ну то есть вам не чуждо побаловать на как-то своих подопечных вы не жадный человек вы достаточно щедрые щедрые на идеи щедрые на эмоции вы профессионал который знаете больше ведет нежели он ведомый то есть вы порождаете эти идеи нам в их как-то еще и аккумулируетесь вы достаточно сосредоточены и сфокусированы вы можете решать какие-то конфликтные ситуации которые бывают у людей до знаете здесь ощущение того что вот вы понимаете как раз к психологию человека до когда когда его можно чем-то искусить но в контексте именно ну вот именно психологии то есть вы понимаете как устроен человек да и вот когда вам нужно какой-то договор то ли какое-то дело да вы знаете где уязвимые места у человека да вот ваша природа она все-таки амбициозная могу сказать да то есть вы карьерист я могу назвать вас человеком карьеристом второй вопрос что иногда вам может быть это не нужно но в душе своей да вы жаждете некую такую власть то есть то есть она вам по крайней мере ну не чуждо да вот потешит свое самолюбие вот это тщеславие да иногда бывает и это неплохо вы это осознаете ну то есть если вы поставите цель достичь каких-то высот да вы это сделаете у вас это получится то есть у вас есть на это способности лишь говорю вы хороший психолог по крайней мере вас вот эти вот способности до через чувствование через отражение ну то есть понимание психологии других людей до через эмпатию через отражение им их внутреннего состояния то есть иногда вы как зеркало для других людей для своих клиентов чувствительны достаточно чувствительны я могу сказать им иногда вот это вот ваша чувствительность она загоняет вас в то что вам нужно самим на полность вы как будто вы ведете людей да ну либо вкладываетесь очень много энергетически а потом вам нужно свое время то есть вы устаете периодически как будто бы знаете вот выгорание происходит и вы устаете от либо от эмоций своих клиентов либо вообще от эмоций других людей либо от самого себя и вам нужно пополнить свои резервы и вы отстраняетесь до для того чтобы вот пополнить именно себя хорошо какой в какой сфере да примерно я не скажу 100 процента но примерно ваш род деятельности ну меня третья позиция всегда проходит ведьмы либо люди если мужчины до 2 процента на канале статистику вчера смотрела люди ведущие люди знающие профессия профессия любая где есть именно сама реализация да когда у вас есть желание хотя мы посмотрим какие потребности вы покрываете знаете вот и желание быть независимым человеком желанием достигать это профессии достаточно такие амбициозные где есть энергия и там например там спортсмены тренера там где есть управление огнем вот король жезлов до от королевы жезлов отключается тем что королева а у нее все-таки водная суда и это как будто бы жидкий огонь жидкий огонь у нас слава и вот здесь вот королева жезлов как раз ки кошка какая изображение маленького льва то есть королева которая украшает огонь либо свой огонь либо огонь других людей то есть она умеет управлять этой лавой до этой жидкой лавой управлять энергиями то есть вот здесь могут быть даже проходить у меня энергопрактики ну кроме всех профессий до связанных с мистикой здесь могут быть почему-то мне идет красота да вот все что связано с красотой в прямом и в переносном смысле либо просто люди которые любят природу понимаете люди которые любят жизнь люди которые как-то знаете если связано с творчеством то вот любят почему-то здесь у меня цветы происходят нарисованы да я обратила на них внимание лиловые тюльпаны оригинальная такая вещь и белая белые какие цветы яблоки когда яблоки цветут яблони то есть белые цветы белый и лиловый цвет но здесь люди достаточно те которые взаимодействуют так или иначе с энергией так или иначе ну вот я говорю мягкие здесь мягкая энергия она не жесткая на женская с любовью до люди которые волонтеры могут проходить даже знаете как-то почему-то здесь у меня пошло религия да то есть люди которые ну вот религиозно верят и вот на соответствует вот всем этим прописанным законам да то есть ну помогает и я в этом не шарю но здесь вот ну там посты держит как-то но при церкви вот здесь тоже такое может быть творческие люди здесь энергия до чтобы обобщить а вы уже сами выбираете вот то что есть с движением то что связано с жизнью то что связано с желаниями может быть кто-то помогает здесь реализовывать какие-то желания да и то что связано с интуицией с чувствованиями с эмоциями с ощущениями вот здесь вот такое так а какую потребность вы закрываете как раз таки вот своей профессии давайте посмотрим какую потребность двойка кубков какую свою потребность в любви вот вы любовью занимаетесь либо с любовью занимаетесь я не про секс я про работу и хотя кто знает да может быть есть среди моих подписчиков и женщины которые занимаются любовью за деньги ничего такого плохого в этом я не вижу ну лично я здесь потребность знаете в гармонии да вот внутреннем каком-то удовлетворении внутреннем наслаждении и повешенной здесь у меня я его не буду читать как именно жертвенность да то есть вы жертвуете чем-то во имя чего-то хотя если мы говорим в контексте религии и церкви туда я бы сказала именно как человеком который привносит вот этого знаете состояние любви и единения на землю то есть как будто вы знаете повешены как некий такой проводник между небом и землей вот вы какие-то знания получаете именно для себя да вы как будто бы вот через свою профессию да вы ну вот как становитесь каналом становитесь проводником и вот когда вот вы эту энергию проводите через себя она в потоке гармонизирует вас ну то есть здесь вот именно и вы как будто бы наполняетесь вот этой вот знаете любовью здесь такие высокие энергии идут покрывает потребность какую чтобы вы как-то знаете углубились в себя и увидели какие-то вот искажения вашего ума да я не про иллюзии а вот какие-то ловушки да вот где и как вы сами себя именно обманываете но это проходит только когда вот вы знаете вы работаете к вам приходит то инсайт через работу как-то а теперь я поняла почему у меня здесь руки-ноги связаны то есть что не так да на что я не вижу что я не вижу что не обращаю внимание ну и по какую через это вы делаете выбор понимаете вы учитесь делать выбор вы понимаете что есть что то есть потребность потребность опять таки да вот вы знаете здесь какая потребность вы себя да если говорить одним словом вы через то то дело которым вы занимаетесь вы прорабатываете себя через понимание через осознание через проработки связь с высшими силами да кто во что верит вот вы четко ваша потребность вы работаете над собой вы растете таким образом что еще необходимо вам развить в себе как в эксперте да чтобы быть еще более экспертным вам не хватает легкости в чувствовании то есть вам хотелось бы то есть если вы здесь допустим коллега да моя и работаете старо вот развить как-то еще больше свою интуицию либо вот именно чувствование допустим карт но делать это легко не то что вот как то как я это делаю что-то мне трудно идет в ходе ходить вот этот поток а вот здесь вот именно через знаете через какую-то легкость через удовольствие душевное вот вам не хватает больше наслаждения здесь ощущение такой какой-то знаете серьезности значимости важности идет у меня но при этом не хватает какой-то легкости общение но общение по душам вот как будто бы да интересно интересно и зачем вам вот это вот общение по душам ну то есть что вам это даст как эксперту а это знаете это закрутит колесо балансов судьбы в более ну в том в то русло в которое вот просто необходимо здесь такое ощущение что вот это вот как будто бы вам по судьбе ну то есть в позитивное русло потом дальше все идет да вот этот вот ваш профессионализм то есть все пойдет намного быстрее и возможно вы выйдете из каких-то сценариев то есть вот это вот легкость которую вы в себе обретете легкость в отношении да к своему делу с легкостью делать свое дело которое вы делаете они с какими-то трудностями и либо здесь больше о вас будут узнавать потому что будет больше общения больше коммуникации здесь не хватает именно такого знаете энергия какая-то такая вот легкая простая даже не то что легкая в контексте радости а легкая в контексте простоты то есть вы как будто бы здесь все усложняете а вам надо здесь упрощать вот как будто бы искренность когда человек искренен с кем-то да вот и ему хочется открываться доверяться вот здесь вот как то вот про про это вот про открытость про искренность не то что вам нужно всем открываться а мы говорим о состояниях каких вот как вы себя чувствуете когда вы открыты вот это вот состояние вам нужно практиковать то что было у вас когда-то раньше до того когда произошел процесс смерти вот смотрите как получилось да когда-то раньше у вас вот это состояние было вспоминайте вспоминайте этот возраст у кого-то это было двадцать один двадцать четыре вы были именно у вас не было тогда опыта но у вас было вот это вот какое-то состояние да когда вам легко легко деньги приходили легко как-то знакомились легко выстраивая как-то вот общение вот в этом возрасте вот вы были как-то более активны что ли более доверчивы больше у вас больше знакомых больше связей было а потом произошло период взросления какой-то вот кризис достаточно ну ни одного года по крайней мере и вы ушли в уединение в отшельника закрылись и вот вам говорят вам нужны те энергии которые были тогда вы понимаете какого-то вот света вам не хватает слишком серьезно я не говорю о том что вы должны быть глупыми а я говорю о том что вот вашу энергию нужно разбавить она слишком сконцентрирована и она стала тяжелой потому что опыт большой и знаний много и здесь энергия она стала понимаете здесь дело в том что качество энергии вы как будто бы вот знаете набрались отовсюду и она разрозненная и вам вот когда иногда тесто замешиваешь и вот она не склеивается особенно если это рисовая мука вот она не склеивается вот она рассыпчатая и это потому что какие-то вот разрозненные такие ингредиенты они не склеиваются и вот чтобы они склеивали здесь такое вот ощущение вот это вот энергия она должна быть какая-то какой-то более такой однородной массы да а у вас она ее много и она разная вот вам говорят вот если мы говорим опять про тесто да как правило яйцо да связывает тесто и вам вот это вот яйцо будет являться то состояние в том возрасте которым я вам говорила вот эта легкость она вам и придаст изменение вы выйдете из своего круга из своего сценария в котором вы находились и вы пойдете в новое вы пойдете в новое и у вас пойдет быстрее развитие да у вас пойдет быстрее развитие и вы не будете уже закрываться от коммуникации да и вы придете к девятке педагли классно сразу то есть здесь как будто бы рост пойдет качественный такой хороший рост хорошо а как вас видят клиенты ваши клиенты как эксперта вы как профессионал эксперт глазами вашего ваших клиентов они видят вас сдержанным человеком да то есть либо вы не открываетесь им как-то полностью либо они вас не могут понять но однозначно вот здесь вот идет воздержание вы как будто бы в каком-то вот эти вот выстроили вот я же говорю вот это вот выстроенная стена между вами и клиентами да они к вам идут вы как будто бы открытые но вы закрытой позе находитесь да то есть вы есть какая-то дистанция которую вы держите контроль опять контроль опять они вас видят что вы человек вот я же говорю вот это вот серьезность понимаете вот и отшелье которые погружаются глубоко и так далее какой-то серьезный человек и который все контролирует хочется вот даже здесь хочется сказать да брось ты сбросит из себя знаешь ну вот мужчина у меня здесь идет который прям вот в пиджаке вот в этом костюме с галстуком так хочется сказать да сбрось ты блин такая жара одень себе футболку там я не знаю майку либо еще что-то форму и либо шорты и ну просто как-то знаете вот раскрепоститься вот не хватает вот этого вот некого такого раскрепощения они поэтому вас ведут сдержанного человека который все контролирует который все всеми управляет всеми манипулирует вот все прям знаете по полочкам да ты это делаешь я это делаю у меня все схвачено у меня все все фокусе внимания я всем владея ну к вам тянутся с вами интересно с вами интересно но дело в том что они иногда вас вид человека которому скучно вам с ними скучно понимаете люди к вам тянутся потому что они чувствуют ваши силы они чувствуют вашу энергию вам с ними скучно вам с ними скучно вам не хватает эмоций эмоции там такое ощущение что не хватает сделать какой-то ну вот определиться выбор и здесь опять-таки выпадает игривость ну то есть какого-то вот вам надо сделать выбор в пользу вот этой легкости я еще раз говорю знаете как будто бы вот когда хороводы раньше водили на руси да и по-моему это ивану пола был праздник когда перепрыгивали через костер и ну казалось бы дурное занятие если с точки зрения просто наблюдать на какой смысл просто перепрыгивать через огонь конечно там есть какие-то сакральные понимание но вот это вот сама перепрыгивание через костер до либо просто прыгать на батуте прыгать со скалкой вот это вот знаете вот эти вот прыжки вот это вот какое-то действие которая кажется бессмысленная, но она при этом приносит радость. Вот дети, они обычно так что-то делают, какое-то глупое движение, пускай оно будет повторное, но оно прикольное, оно веселое. Вот оно дает какую-то такую энергию. Здесь вот вам надо выбрать энергию в этом, потому что скучно. Скучно, вам все известно, вам все понятно. Вот так вот вас видят клиенты. Такой вот вы человек. Хорошо, а вы сами себя каким экспертом видите? А вы видите себя радостным, представляете? Жизнерадостным, радостным человеком. Представляете, какой контраст? То есть люди видят вас, как вы, как будто бы находитесь периодически в какой-то аскезе. Вам все скучно, у вас все на подхвате, вы всеми управляете, манипулируете. А вы видите себя, что вы прям такой радостный, эмоциональный, а люди видят, нифига у вас нету эмоций. Ну вот интересно, да? Контраст. Что вы прям такая веселая, но может быть для какого-то близкого круга, то есть задумайтесь над этим, пожалуйста, да? Может быть для какого-то близкого круга людей, которым вы можете доверять, вы такая-то и являетесь. А вот для клиентов вы таким человеком не являетесь, вы больше являетесь мужчиной, вот за ширмой мужчины. А здесь я вижу, что вы больше такая женщина, прям со стяжением, но есть женские энергии. И вы видите, вот я говорю женские энергии, да? Вы видите себя человеком проницательным, который все видит, но здесь в принципе пересекается, да? Вот с контролем и с тем, что вы управляете, и еще, как вы себя видите, вы себя видите открытым. Но вот понимаете, ваше восприятие и восприятие людей абсолютно противоположное, кардинально противоположное. То есть вы видите, что вы эмоционально открытый, come on, приходите, все welcome. А здесь на самом деле фиг 2 welcome, да? Не подходи, убью вас, такое состояние, ладно. Каким еще вы себя видите экспертом? Отрешенность. Ну, наконец-таки, что вы периодически, вот эта вот скука, да? Что вы периодически уходите за кулисы для того, чтобы как-то погрузиться в себя. Ну, видимо, не так долго-то вы прыгали, как этот, попрыгунья стрекоза, а скорее всего, больше как муравей идете и работаете. Ну, для того, чтобы, я же говорю, для того, чтобы восстановить свои энергии. То есть вам кажется, что вы позитивно радуетесь открытым миру и взаимодействуете, да? А потом вам нужно как-то восстановиться. То есть вы отдаете всю эту энергию клиентам, и потом вам нужно восстановиться, и вы уходите в отшельничество, уединение. А клиенты вас видят наоборот, что вы постоянно находитесь в какой-то скейзе, вы всем управляете, всем жонглируете, и вам скучно. То есть они видят вас как человека, который вы периодически скучаете, а вы не скучаете, вы уходите на то, чтобы вот эту вот энергию... А почему, вот я хочу спросить, там время-то хоть есть, ну вроде того, почему вот такая разница, да? Ну, то есть, да, вы уходите для того, чтобы восстановиться, но вы как будто бы отдаете эту энергию. А почему клиенты ваши не видят этой вашей энергией? Вот мне хочется спросить. Результаты, что результат? Усилия. Так, я еще одну карту выдачу, что-то я не совсем понимаю, почему клиенты... Ну, потому что здесь, знаете, как скорее всего происходит, клиенты вас видят серьезным человеком и так далее, а вы вот эту вот всю энергию, знаете, как будто бы неосознанно вкладываете в своих клиентов для того, чтобы... Вот вы на своей энергии работаете, понимаете? Понимаете, клиенты не видят, они видят, что как будто бы они пришли, они получили какую-то визуальную часть, да, измеримую, да, ну они вас поблагодарили, ушли, но они не видят ту часть вас, которую вы вкладывались, то есть параллельно. Например, вы практик, да, и к вам приходит клиент, и он говорит, допустим, ну, у меня есть какие-то боли, вот сними мне эту боль. Вот, и вы ему даете результат, он уходит, и какой результат? Ну, прекрасно, я, у меня ничего не болит, да, но для того, чтобы у вас что-то не болело, этому практику приходится снять, ну, то есть включаться в вас, очень много энергии тратить. То есть вы видите только конечный результат, а сам процесс, как он вкладывался, вы не видите, и вам кажется, да блин, ну, пришел так, помахал ручками, да, ну все, у меня боли нет, и я ушел, и все классно. Ну, и за что я ему, допустим, заплатила, только за то, чтобы ручками помахала, и я типа так могу, то есть есть то, что скрывается за этой ширмой предварительно, а вы этого не видите. Вот здесь вот человек, он устает, да, даже, допустим, послушать это нытье, да, вот у меня ничего не получается, как говорят клиенты, и все плохо, и я и туда ходила, и все, а по факту он ничего не делает, да, вот он просто ходит по кругу. Но достаточно, поскольку вы проницательны, вы видите эту суть ситуации, в чем проблема, и вы понимаете, сколько энергии вам нужно приложить, чтобы исправить этого человека, и где-то здесь может быть ошибочно, с вашей точки зрения, вы, решая за этого клиента, ну, то есть, чтобы он быстрее получил результат, вы вкладываетесь в него намного больше, и причем невидимо, клиент это не видит. Поэтому он не может понять результат, да, но вы, допустим, для усиления результата, вы тратите очень много энергии, вот на что вы тратите энергии, допустим, вот ко мне приходит, чтобы было понятно, приходит клиент, да, на, боже мой, на консультацию, да, и в принципе, да, что ты делаешь, ты только со мной разговариваешь, беседуешь и раскладываешь карты, но бывают такие клиенты, что по выходу я понимаю, что я истощена энергетически, почему? Потому что надо прикладывать очень много усилий, чтобы быть услышанным этим человеком, то есть, разговаривать с ним на одном языке, показать ему то, что он не хочет, а клиенты бывают такие, что они сопротивляются, то есть, я пришел к тебе, мы затронули какие-то, какую-то рану, больно, включился защитный механизм, мне надо этот механизм пробить, вот, и чем больше я его пробиваю, тем больше клиент сопротивляется, но результат он хочет, но в конечном итоге, конечно же, разными путями я нахожу способ, чтобы дать ту информацию, которая необходима человеку в обход нашего сознания, короче, целый такой лабиринт, клиенты уходят с результатом, ну сколько сил приложила я, причем энергетически, чтобы с одной стороны считывать карты, с другой стороны, чтобы донести, взаимодействовать, и с третьим плюс ко всему еще и не перенять его энергию, и получается, после каких-то консультаций я, этот, лошадь сдохла, слази, вот, а клиенту хорошо, и он энергию эту мою подпитался, плюс ко всему получил результат, ну, то есть, приходится здесь, вот здесь, вот этого, вот, скорее всего, клиенты не видят, то есть, не видят ту работу, которая происходит у них за спиной, что нужно сделать с этим, вот, мне хочется сказать, мне карта вышла, которая называется, будущее скрыто, ну, то есть, я не покажу, видимо, так надо, да, какой здесь урок вам нужно пройти, это помогает вам гениальность проявления изобилия, то есть, понимаете, через это вы получаете какой-то опыт, вы получаете сами для себя какой-то опыт, и на самом деле, карта здесь изобилия говорит о том, что опять-таки две девятки педакли, что вот здесь даже не урок, а за это вы получаете деньги, то есть, вот то, что вы делаете, вы вкладываетесь за это, вот вы и получаете деньги, то есть, вот в этом и заключается ваша гениальность, да, какой вы молодец, мастер, да, что люди видят только часть того, что вы вкладываетесь, да, энергетически, может быть, вы вкладываетесь намного больше, вот, но за это вы и получаете, поэтому вы такой вот эффективный, результативный мастер, не забывайте, что я вам сказала, да, что вы мастер высокого класса по десятке педагоги, поэтому вы получаете столько денег из-за того, что вы так вот работаете. Порадовали меня троечки, прям аж повеселилась с вами. То есть, ну, продолжайте. И пускай даже вас клиенты видят таким серьезным. Ну, если вам это нужно и важно. Кто же его знает? Может быть, так задумано. Так, это у нас была третья позиция. Я вас благодарю за внимание, благодарю за ваши комментарии, лайки, дизлайки. Я очень рада с вами общаться в комментариях с многими. Я общаюсь, всегда говорю, подписывайтесь на мой инстаграм. Снова у меня пробудилось желание проводить эфиры. Не знаю, может быть, в ближайшее время начну. Эфиры я имею в виду в инстаграме. Просто мне там как-то удобнее, что ли, не знаю, как-то более камерная такая атмосфера. Не знаю, это мои заморочки в голове. Но, по крайней мере, там вы сможете увидеть меня намного чаще. И я там достаточно такая активная. Вот. Прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok